Россия по Сирии Израильские СМИ нас пытаются уверить, что Израиль не заинтересован. Якобы Израиль заинтересован в режиме Асада. Якобы режим Асада уйдет и такие радикалы придут прямо к власти, что Израилю не жить. Это, конечно, полная чушь. Потому что главная вина Асада и Баасийской Сирии, сегодняшней Сирии перед Израилем, это вина очевидная. Сирия остается последним арабским государством, которое в политическом и военном смысле поддерживает палестинское движение сопротивления. На территории Сирии живет около несколько сотен, ну, кто говорит, до миллиона палестинцев. Лагеря достаточно большие. Я бывал в палестинских лагерях на территории Сирии. Там очень сильны политические партии, такие как Хамас, Объединенное командование Демократического фронта, Народный фронт. Все эти партии с точки зрения Израиля террористические, естественно. Все они должны быть уничтожены. И вообще с точки зрения Израиля, если бы все палестинцы были уничтожены или как-то исчезли, было бы очень хорошо. Но этого не будет. И поддерживая палестинское движение сопротивления, не отказываясь от него, собственно, режим правительства Башара Асада множит проблемы вокруг себя. И второй момент, это, конечно, Хизбалла. Хизбалла, которая нанесла тяжелое военное поражение Израилю в войне 2006 года, уничтожив десятки самых современных израильских танков, уничтожив сотни израильских оккупантов, которые вторглись на территорию Ливана. И цифры до сих пор скрываются Израилем. Думаю, что цифры так мы никогда не узнаем о кончателях. Но потери были серьезные. Дивизия Галлани, там и так далее. Бригада Галлани понесла серьезные потери. Корабли были подбиты. Конечно, ясно, что без поддержки Сирии это было бы сделать невозможно. Поэтому ликвидация сирийского государства для Израиля это важнейшая задача уничтожения Хизбаллы и ликвидации палестинского движения сопротивления. С этой точки зрения позиция Израиля абсолютно совпадает с позицией Саудовской Аравии, Катара и других так называемых, как говорят мусульмане, мунафиков, то есть лицемеров, которые, изображая себя друзьями палестинского народа, его борьбы на самом деле прекрасненько имеют с Израилем. Торговые отношения, военные отношения. Военные тоже. Уверен просто в этом. Хотя об этом нет доказательств. Возьмем Катар, который является одним из спонсоров сирийской оппозиции. Напомню, что Катар является первым государством, который сразу практически после Кемп Дэвида начал поставлять в Израиль газ. И Ордания тоже там, где живет палестинцев, очень много. Как бы имеет открытую границу, обмен посольствами. Позиция Египта, она вообще была понятна до революции Тахрира. И сейчас военный режим пытается сохранить с Израилем такие отношения, хотя испытывают чудовищное политическое давление по этому вопросу снизу. Сирия, ну еще конечно Ливан. Но Ливан предоставляет палестинцам территорию. Он не оказывает им военную поддержку. А Хизбалла в Ливане просто является частью ливанской политической системы. Это конечно не маргинальные партии, они просто самые сильные военные партии Ливана, которые имеют много союзников, имеют противников. Такая сложная политическая конструкция. Поэтому для Катара, Саудовской Аравии, которые через союз с американцами имеют, на словах они критикуют Израиль, Палестина должна быть свободной, бла-бла-бла. Но по сути у них общий хозяин-то. У Израиля, у Саудовской Аравии и у Катара. Общий хозяин. Это американские политические элиты, которые манипулируя ими, то Израиль двинут такого злого терьера, то как бы их такие добрые. Но по сути дела одна и та же задача. Ликвидировать палестинское движение сопротивления как факт на Ближнем Востоке. Тут интересы Саудовской Аравии, Катара и Эмиратов и Израиля полностью совпадают с интересами американцев, которые, кстати, чуть более сложные. Американцы не хотели бы ликвидировать палестинское движение, они хотели бы его приручить, подчинить себе деньгами и так далее. И, конечно, ликвидировать Хизбалу, то есть как фактор иранского присутствия в Ливане, фактор независимости Ливана и фактор того, что противостоит такой как бы экспансии в Ливане. С этой точки зрения, мне кажется, очень близорукой позиция многих мусульман-суннитов, которые очень радуются проблемам Асада, открыто выступая с проповедью ненависти к Хизбаллею и Корану, на мой взгляд, становясь просто, многие из них честные люди, порядочные, инструментом в борьбе против палестинцев. Это очень подлая позиция. Я думаю, что для большинства она просто не отрефлексированная. Они просто не видят картину так, как я ее описываю. Им кажется, что вот когда будет свергнут режим Асада, то там будут такие вот суннитские, какие-то вот такие вот ихванистские или какие-то ваххабитские, скажем так, салафитские какие-то группы, которые объявят такой вот джихад Израилю. Сегодня Израилю противостоит оккупации Палестины государство. Сирия и Асада это государство. А эти вот общины, которые будут в этой охваченной гражданской войной в Сирии, а там 100% будет война по типу ливанской, если допустить дестабилизацию, никакой проблемы Израилю доставлять уже не будет, просто не будет. Поэтому сохранение целостной процедуры реформ в Сирии при сохранении сирийского государства – важнейшая задача всех, кто стоит на позициях поддержки справедливой борьбы палестинского народа. И приведение Палестины, оккупированной Палестины, к ситуации демократического государства, в котором бы жили на равных условиях иудеи, христиане, мусульмане, друзы, неверующие, может быть, люди, которые хотели бы там жить. И я считаю, что это вполне реальный проект. Но вот хотят вот так свергнуть. Поэтому Россия занимает абсолютно правильную позицию. Это позволяет России вообще присутствовать в ближневосточной политике. Если бы Россия сдала Сирию, это был бы конец вообще для России. Она больше никогда не вернулась бы на Ближний Восток. Никогда. Она бы стояла во хвосте там за спиной Турции или Саудовской Аравии, или Израиля, или кого-то еще. Она полностью потеряла бы лицо и полностью потеряла бы свой авторитет. Россия связана с Сирией огромными связями, столетними связями. Антиохийские епископы приезжали в Россию еще в 15-16 веках. Участвовали как в трагических историях снятия Никона, патриарха Никона и осуждения староверов, так и вообще присутствовали в русской истории. Патриарх Кирилл прошлой осенью съездил в Сирию и оказал огромную поддержку сирийскому народу. Это было проявление того, что Россия видит свой долг перед народами Сирии, перед всеми, кто стоит на стороне правительства и те, кто стоит на стороне оппозиции. Они не должны допустить, чтобы Сирия была ввернута в хаос дестабилизации. Потому что, скажу так, задачи сирийцев, их историческое бытие больше, чем просто Сирия. Палестина, как мистическое пространство, сакральное пространство, пространство святой земли, это больше, чем одно национальное государство, пусть даже это государство называется Сирией, находится на территории бывшего Шама. Это гораздо больше. Поэтому я надеюсь, что все стороны конфликта гражданского, который сегодня в Сирии существует, найдут себе силы вспомнить о той сверхзадаче, которая стоит перед сирийским народом, перед сирийским государством в этой ситуации. И найти такой формат политических реформ, национальное примирение, который не вверг бы в Сирию в ситуации хаоса, дестабилизации и тотальной анархии, в которой уже не будет ни смысла, ни выхода, ни будущего.